Добрый день, друзья! Сегодня печем простой, нежный и восхитительный на вкус пирог с клубникой. Пирог будет с крошкой, давайте ее приготовим. Муку соединяем с сахаром, добавляем слегка мягкое сливочное масло и вилкой перетираем все компоненты в крошку. И пока будем замешивать тесто, отправляем миску с крошкой в холодильник, чтобы масло не таяло. А весь список ингредиентов с точным их количеством я, как обычно, укажу в описании к видео. Далее в миску вбиваем 2 яйца, добавляем к ним щепотку соли, всыпаем 180 грамм сахара, добавляем по желанию ванилин и взбиваем миксером до посветления и пышности. Сначала миксер включаем на слабой мощности, а затем продолжаем работать на сильной. Теперь в яичную массу выливаем 50 грамм растопленного и полностью остывшего сливочного масла, а также 200 миллилитров кефира, у меня 2,5%. И опять же миксером соединяем все до однородности. В другой миске подготавливаем сухие ингредиенты. 2 стакана муки 340 грамм и 2 чайные ложки разрыхлителя перемешиваем. Высыпаем в тесто и на самой слабой мощности, соединяем жидкие и сухие ингредиенты вместе. Все, тесто готово. По консистенции оно получается довольно густое. Также нам понадобится форма на 24 сантиметра. Можно брать не только металлическую, но и силиконовую. Моя форма разъемная. Дно застилаем бумагой для выпечки. Защелкиваем боковую панель и лишнюю бумагу обрезаем. Выливаем тесто в форму и равномерно его распределяем. Сверху на тесто выкладываем клубнику. Большую режем пополам или на 4 части. По количеству ягод смотрите сами. Я люблю, когда их побольше. Мне нравится, чтобы вся поверхность пирога была покрыта ягодами. Теперь крошку достаем из холодильника и посыпаем сверху клубнику. Ставим наш пирог в духовку на 45-50 минут и выпекаем при температуре 180 градусов. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть чистой и сухой. Достаем клубничный пирог из духовки и даем ему полностью остыть прямо в форме. А затем освобождаем его из формы и перекладываем на тарелку. Это тот пирог, который получается всегда. Нет такой возможности, чтобы он не получился. А какой он внутри? Нежный, мягкий, с легкой кислинкой. Самое то на летние дни. Если нагрянули гости и вам нужно что-то быстренько приготовить, этот рецепт вас выручит. А еще клубничный пирог можно подавать с шариком мороженого. Пробуйте приготовить. Если остались вопросы, жду вас в комментариях. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Субтитры сделал DimaTorzok